вот здесь как раз дальше идет за березками лог вниз туда к главному логу перпендикулярно за столбами там дальше этот масоловский почему тут рядом масаловы жили иван ильич и вот коровки тут ходят очень хорошо компактные овечки и все ну и мы с сергеем егоровичем стоим ты поехал так жена ничего не против ну жена она всегда знаете если принять решение я поеду ну конечно переживает ты мол сергей тут и останешься у тебя так такое желание тут жить что ты и домой не вернёшься ну так вот говорит она сама то не верит в то что говорит но тем не менее такие слова произносит мне смешно и грешно куда же я тебя денусь мой крест который должен нести всю оставшуюся жизни мои уточнила говорят да поэтому муж и жена одно целое как говорит сказал господь кого бог сочетал того да никто не разлучит но если человек выступает против господа ну тогда враги становятся и домашние тут однозначно поэтому я говорю мой друг должен быть твоим другом а если ты на моего друга где-то что-то говоришь не то что надо ну тогда ты мне врагом становишься по неволе а вот не все знают что такое лох если не посмотрят в толковом словаре а могли бы пояснить как этот лох тут появился и почему только в этом месте где они еще таки лога встречаются явно быка смотрю у него счет он к ней лезет со сопли то распустил слюни вы еще делает трет ей а потом губы заворачивает и кайфует стоит еще проветривает оральный секс безумие человеческое ему это и надо он узнает анализы берет когда ей надо будет жениться он попробовать нет она не допускает это подожди ваня еще не скоро и раньше не прыгнет дальше начинает зализывать интересно тут я знал женщина увидят фу прямо смотрят сны еще он лижет а а сейчас прямо все это официально везде выставляет и вчера или позавчера где-то не ссылку сделали сказать а вот посмотрите но я думаю тут против меня какой-то ролик это уже понятно ну нажал глянула там такая пока мужчины там как они совращают как совокупляются я выключил все это дело то до святой воды взял давай глаза протирать святой водой до святой водой давай компьютер и все это так на утро сегодня вот едва включил компьютер какая-то лезет там непонятно схема а для это ну нормально все это как вот она рядом подходит мы видно что рядом вот тень от нас я стою коровки подошли а потом напоить обратно той же дорогой туда прогнать и они дальше пойдут домой они уже дорогу знают овечки сами отходят вот можно пасти и до какого числа думаете быть у меня уже билет взяты на 28 сентября на 0.00 на час ночи то есть я тут буду до 27 включительно 27 это крестовозвижение в день моего обращения и в этот день по истечении этого дня не должен быть уже на вокзале в барнауле 28 до ночью я так и какой день это это по моему среда будет тогда во вторник вас с кем-то может будет отправить так овечки ринулись прошли теперь их надо ему поймать скорее назад сообразить нет я сказал он не слышал и не видел он что они побежали туда вперед придется идти помогать он их и не видал даже что овечки то ушли где-то не видать гонит овечек или нет повернул их вон они где идут на уши все вот они овечки пошли завернул я думал их не видел а я в это время тут палочка на скреп маленько салон сена вот тут брал кто я решил на это маленько на коленочке хотя бы съесть маленький маленько полежать восстану сейчас они полежать это хотя бы вот так на этом уровне что видать на уровне травы вся прилег их наелись уже надо бегать редкие облачка тишина вот здесь самое место низинка и уже второй раз поворачиваем травы много зеленый хорошо ходят набеседовались здесь подходят они коровы он там у березы чешется здесь такой вот тоже видно нет вот корова вот подойдет одна станет как будто кто в лесу ждет все пасутся все едят траву отдыхают лежат она одна как тоскует это что-то сделала сделал это вот она стоит а потом ни слова не говоря ни слова бросается в лес и пошла и на на коне не догонишь одна бежит никого нигде этот явно ненормальная вот они все едят посмотрите что-то это есть и это все от хозяев я вырос на степи знаю по скотине можно определить и ходила на сколько вот видно что все едят вот она как стала и стоит только сейчас из леса пригнали сергей горы щегната бегал за не одна стояла вдруг бросилась и пошла такие у нас были так мы тогда рядом на конях посуд договаривались с ними они попеременно и и жарят бичами на конях и гонят 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 пока она не запыхается потом уже на месте ее вручную учат вот она стоит она не просто стоит это я уже подошел рядом она ринется сразу не теленка у ней там нету никого лес а куда она пошла никуда она не пошла вот он вес обыкновенный а про бросается в него на пролом там ей трудно идти и бежит по лесу и никого нигде нету это вот она пошла куда пошла куда куда пошла куда пошла куда пошла ну еще непонятно вот она смотрит как будто кто-то там ее есть она что-то видит один подошел а шарахнулась назад потом опять вот она стоит ничего нету он я сказал ты за ней не бегать сейчас я пойду здесь лечить это пастух новый и прямо рядом лес вот он лес это видно что прям вплотную и ничего нельзя за два идеи ешь вот уперлости на одном месте стоит никого нету было бы тут хозяйка там хозяин или кто-то свои ведро показывали бы ему со трубями там чем-то ничего нет она просто уперлась стоит и как одержимая ничего больше нету что не знаю и все пастухи жалуются вот сейчас повернешь другой вот другое место табун весь она через весь табун бегом буквально там она уже первая оттуда поворачиваем какой нас перебегает бил почти бегом через весь гурт и уже здесь и здесь передом тогда идет куда идет еще непонятно ее надо дома держать вот стала стоит не жует сказал бы она пережевать жвачку нет я покажу морду и вот она чего с тобой буренушка полная бока сейчас пойдем поить еще раз уже поили один раз господи помилуй эту скотинку из-за ней корова наблюдают глядят они жуют стоят на яйца тогда жуют играют между собою есть которые лежат он там уже сколько лежит он там видать коровы лежат то есть они наелись это низинка очень зеленая трава тут еще нельзя сказать вот она лежит корова она для того и пришла чтобы она есть и вся вещь там он видно едят или лежат ничего нет а то вплотную подошла господи помилуй и не догнать ничего нельзя стоит смотрит смотрит и глаза то пустые ничего не видит слава тебе господи повернула назад куда она пойдет она обычно не останавливается переходит через весь гурт у на ту корова надулась и это уже может бодать и кинуться на ту скосила глаза как это ну готова к бою так сказать двойная корова глаза аж вывернула все видно зрачки так давние это все ненормальность от отец у нас 40 лет был пастух мы выросли на поле мы это видели такие коровы были обычных продают куда-нибудь на мясо или как как надувается а то рядом стоит еще не знаю сейчас развернется со всей силы поронет не надо проскочить сюда вот такие брат дела а то не просто так я считаю это как согласно житие святого и они ки великого это беснование бесы входят в животных а что делать они еще год он собаки вылигут он их всех переколотил и все кончилось вот он погнал сейчас на обед гнать надо шевелить сергея поднимает они легли очень хорошо наелись ему надо сейчас их поднять с овечками еще раз напоить все бы хорошо да ну не видит много зрение слабое а зрение слабое но потеряет половину не знаю что сказать то ли очки помогут это домашки или отказаться как слепой пастух уже три раза прошмыгнул сегодня все погнали вот коровы идут прогоняет и это симаковский или костровый пруд все правильно делать поджидает когда напьются овечки уже прошли а это вот зелень это и шифер стоит платину загородили они дальше не могут коровы эти вот если там рабица натянута сетка там в камышах они еще пьют не гонят их поджидают правильно делает я поближе подойду иди-ка и вплотную подошел здесь вот где костер бывает ну тут на пути туалет а дальше все это как жерди то видать вот она крест а туда гнать надо вот на тополя туда это рядом как раз это лагерь стан ставший музеем комплексом для бедных лагерей на которых сатана сильно покушается через людей которым да не вменят господь да обратит их на путь покаяния а не на злодейство вот он гонит сейчас все вот теперь с той стороны прогоняет они на потяну зайти не могут там столбы ограда и рабицы сетка за что тут написано деревня стрелять не разрешается все это выгорело тут у нас был колодец колодец показать даже можно где кого с этом или мы воду и каждое утро к нему ходили по деревам вот железной крышкой все заварено в землю железо уходит замок висит мы боялись что санэпидемстанция отравит такая была злоба 98 году 15 комиссий краевых только было за лето ну если уже такие репрессии были это же потомки их задолженность свою держится вот сейчас я поднимусь маленько повыше чтобы можно было вышли снять вот овечки начинают пить корову выходят оттуда вот сейчас ему гнать бы надо потихоньку чтобы они могли на пицце подверни их туда к воде к воде подверни послушные легко работать с такими вот он пошел они наверху уже выше коровы теперь их заворачивает почему ну сходу прошли скотина же вот и на сейчас к этому подгонит подгоняю и подгоняй к берегу к воде гони к воде вот все делают правильно вот они пошли теперь вот она подворачивает их вот они видят что они пошли назад это я на другой берег перешел сюда к лагерю оля все огонь и домой сразу они с не стали пить да дальше видно и не будут а тут мы подошли как раз к лагерному костру ну я с велосипедом тут маленько показать попутно что я здесь тут много привезли чищи ой как мы там каротина и вот она скамейки все сейчас пойдет туда вот отпасли и гонят их так коровушки наелись какие могли напились а Ну вот же все открыто. Я не знаю, что показывают-то, когда все ясно. Ворота открыты, они заходят. А овцы? Я ничего не могу добавить, кроме того, что есть. Запирай ворота, загоняй. Зачем сюда идешь на меня-то? Не я, корову-то, а вон там. Ну это тут разберутся они. Загоняй, закрывай ворота, потом овечек. Ну-ка, пошли, там они велосипед поставили, уже все, уперлись. Ну, как баран говорит на новой ворота. Куда? Куда? Все, увидали велосипед стоит. Да в стороне совсем, пошли, пошли, пошли. Ну, пошли, пошли. Вот уж не думал, что тут они упрутся из-за велосипеда. Ну-ну, хоть бы одна зашла, тогда все пойдут. Ну, пошли, пошли. Все, поперли, теперь уже не остановить. Одна прошла, о, так, одна прыгнула. Это тесно, а то бы все до одной прыгали. Велосипед вон где в стороне стоит. Надо было дальше в траву бросить, то уже не пойдут. Трусливое и бестолковое животное. Господь нас сравнит с ними. Так, закрыл там? Да. Так, закрывай. Ну, посмотри, что тут делается, как. Они вот это отодвинут и уйдут все до одной. Все, ну, бросят, ну, что держат. Это не совершенно к делу не относится. Ну, опусти глаза вниз, посмотри, что там на столбе висит. Цепь висит еще. Ну, так, закрывай цепь. А вверху-то нет, подними туда дальше, ворота затяни. Так, есть, есть. Ну, уж готовая цепь-то надеть-то так. Дальше ровно, теперь оборачивай. И куда затягивать? Вот за это затяни, за кольцо. Понятно. Иначе она выскочит. Значит, надо было взять пониже. Нет, цепь-то захлестнул высоко. Да, пониже возьмем. Так. Не проходит. Не проходит. Ну, что-то никакого ума не надо совсем. Вот сюда. Делай-то, это секундное дело. Да, секундное дело, только она что-то не проходит. Ну, протяни дальше-то, ты протяни цепь-то дальше-то. Вот эту-то делай туда. Вот эту, протягивай дальше еще. Протягиваю. Ну, протягивай цепь, не наклоняй ее. Зачем ты наклоняешь-то ее? Вот смотри, кольцо, вот эти два рога. Не надо это делать, а то оторву. Ну, давай дальше. А, понял. А, у-у-у. Ну, что-то это везде так делается. Ну, протяни дальше-то ее. Я снизу, я снизу, я снизу, я понял. Вот так вот. Ну, все. Тут высшего образования не хватит. Да это любой крестьянин знает. Пошли дальше. Делаем разбор полета.